Листовки, стикеры, всевозможные, но в основном содержание их так, они призывают не ходить на выборы и все прочее. Это улов сотрудников МВД. Пару дней назад такой багаж нашелся в машине одного из членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Составлен протокол, материалы направлены в прокуратуру. Чем ближе выборы, тем больше вероятности провокаций, а значит нужно усилить бдительность. Всего будет задействовано более 8 тысяч сотрудников, в том числе около 150 сотрудников центрального аппарата. Следить за охраной правопорядка помогут и видеокамеры. Фиксировать они будут и подсчет голосов. Их уже установили на тысячи пяти участках с наибольшим количеством избирателей. Это система, которая представляет из себя две камеры, направленные на избирательную комиссию и на урны для голосования. 42 участка оснастили автоматическими комплексами обработки бюллетеней. Это так называемые КАИБы. Они принимают обычные бумажные бюллетени. Еще на 149 будут стоять комплексы электронного голосования КЭГИ. Чтобы проголосовать через него, избиратель на участке получает уникальную карту со штрих-кодом, который дает доступ к электронной бюллетене. Для избирателей с нарушением зрения подготовились специальные трафареты по системе Брайля. На ощупь можно определить фамилию кандидата. Избирательный бюллетенец вставляет соответствующий трафарет. И далее уже осуществляется выбор. Свой выбор в пользу голосования по месту фактического нахождения в день выборов сделали уже 87 тысяч татарстанцев. Прием таких заявлений завершился накануне. С сегодняшнего дня до 2 часов 17 марта такие избиратели могут подать уже спецзаявление. Но в данном случае они могут уже непосредственно обратиться только в участковую комиссию по месту жительства, по месту регистрации. Всего в Татарстане 18 марта смогут проголосовать 2 миллиона 933 тысячи 800 человек. Предварительные результаты их выбора ЦИК республики опубликуют уже в течение 3-4 часов после закрытия избирательных участков. Словат Мухаммадолин и Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань.